Продолжение следует... Дни Красноярского края в Туве проходили в юбилейный год. Год 60-летия образования СССР. Я всегда говорю, если кто-то сомневается, пускай со мной выйдет, я вот старый, я покажу, что такое борьба. Он воспитал спортсменов, которые больше всех принесли спортивного золота Красноярскому краю. Среди его воспитанников многократные чемпионы мира и Олимпийских игр. Иван Ерыгин, Бу-Вайсар Сайтиев, Виктор Алексеев. Тренер по вольной борьбе высшей категории. Почетный гражданин Красноярска и Красноярского края. Вице-президент Федерации спортивной борьбы России. Основатель школы высшего спортивного мастерства по вольной борьбе. Дмитрий Георгиевич Мендиашвили. В историческом проекте 7 канала «Время через край». Дмитрий Георгиевич, чем для вас было это время? Это время столько было событий, столько проведено, что долго надо рассказывать. Я последний год служил в Симпалатинской области. Кстати, принимал участие и в строительстве Байконура, и испытали первые водородные бомбы в Советском Союзе. Молодые ребята, солдаты. Я старшиной роты был. Агитировал я к человеку 30, чтобы поехать на стройки Сибири. И я поехал в Красноярский край, приехал в станцию Красная Сопка. Вот, там механизированная колонна номер 12 стояла. Но причина была такая, что именно там, в Симпалатинской области, там, где на строительстве Байконура, работала вот эта механизированная колонна. Она строила железную дорогу, значит. И в этой колонне работала девчонка, которая, это моя будущая жена. Мы с ней познакомились. Они раньше нас уехали сюда. Ну, я за ней. И после этого, значит, поехал. Мы с ней и поженились в 1956 году. Там же, в село Горбы, Березовский район. Вот, я там работал. Оттуда началась моя вся трудовая биография. Вот, потом, уже после работы там, в механизированной колонне, организовалась новая механизированная колонна номер 65, которая и сейчас стоит на станции «Бугач». Вот. И меня, начальник механизированной колонны, и Кубович, и Васильевич, очень такой сильный руководитель был, хороший, меня забрал с собой в Красноярск. А я вообще не стал в Красноярск попасть, потому что и в детстве, и в молодости занимался борьбой, грузинской борьбой, боролся. Хотелось еще и спортом заниматься. Пришел в зал «Динамо», где тренировал Анатолий Алексеевич Солопов, легендарный наш спортсмен. Первый мастер спорта в Красноярском крае по классической борьбе. Вообще, кумиром молодежи был. Он такой сильный, смелый такой. Ну, мы все тянулись к нему. Начал заниматься классической борьбой. Хотя я, у меня тяга больше была к вольной борьбе. И я буквально через год уже оказал хорошие результаты. Стал чемпионом Красноярского края по классической борьбе. И поездил на российские соревнования и так далее. Но мне все равно что-то не хватало. И в 1957 году пришел вызов о том, что можно участвовать в чемпионате России по вольной борьбе уже. Ну, и на чемпионате России в городе Туле в 1957 году я занял призовое место. Выиграл у пяти мастеров спорта Советского Союза. Второй разрядник вообще. И сразу с первого соревнования выполнил нормативный мастер спорта СССР по вольной борьбе. Вольная борьба все-таки, это из-за вашей любви к ней она так стала популярна и в крае, и в России? То есть один человек так смог изменить ситуацию? Вот был такой Иван Никитич Малахов, светлая память, значит, он, кстати, был тренером Янатолия Алексеевича Солопова. Он сам классик по специальности. И он организовывал и классическую борьбу, и вольную борьбу. Вот, фактически, он из будущих классиков собрал команду и вез на чемпионате России в город Тулу, как я и говорил. Но как специализации в вольной борьбе он не представлял, потому что даже его мастером спорта не был. Но организатор был хороший. И вот мы ему обязаны, вообще-то, то, что он организовал, он дал нам возможность поехать, выступить и так далее. Ну, а потом уже, как профессионал, у нас не было тренеров специально здесь. И когда я стал мастером спорта... Вот это был поворотный момент. Вы что для себя подумали? Что вы хотите дальше получать золото, либо вы хотите создавать фундамент? Понимаете, у меня получалось, что и то, и другое. И менеджер был, и тренер был, и борец был, потому что больше некому было заниматься. И у меня общество пищевик, значит, был такой, тренер общественников сначала. Я работал в карьере, ну и вечером и тренировал ребятишек. То есть профессионального спорта вообще не было в СССР? Нет, вольной борьбы не было, вообще не было. Ну, я сейчас к тому, что нужно было работать на заводе или в карьере, в вашем случае, а вечером тренировать и самому тренироваться? Да, я в 6 часов вставал утром, утром в зарядку, бегал по горам, потом в гараж, заводил машину, работал, а вечером тренировался. Ну и, короче говоря, когда я уже тренером общественником, значит, показал себя нормально, в скорости открылось общество труд, и меня приняли уже как штатного тренера в 59-м году. Вот это уже начало моей тренировки, значит, деятельности. Ну, я должен сказать, что на первых занятиях у меня было два человека всего, а сегодня 25 тысяч человек занимается. Два дела надо делать. Сначала надо овладеть массой, а потом на входе массы выделять талантов. Вот как появился ваш первый бриллиант, который вы открыли, Ирыгин? В Хакасию поехал мой ученик, Володя Черков, он закончил Ленинградский институт физической культуры, приехал к нам, в Красноярск, по направлению. Ну, он у меня позанимался здесь, а потом я говорю, знаешь, что Хакасии очень способны к борьбе. Вот, это твоя родина. Ну, я вот тебе посоветовал поехать туда, я тебе помогу, значит, и устроиться, и все. Ну, надо там поднимать ребятишек, там могут быть хорошие таланты. Он поехал туда, это его родина, там действительно у него мать там жила, все. И он начал, хорошо очень работал. И в одно время он мне говорит, что Ленинградский, я нашел одного парня, говорит, ну, я думал, что вам очень понравится. Я там не могу, для него спарринга нету, там в основном маленькие весовые категории. А это красавец такой, лань прямо, Иван, такой длиннорукий, глаза умные такие, значит. Значит, можно я вам его покажу? Ну, хорошо, давай. Он привез до Переста Края в 66-м году по юношам. Ну, все схватки проиграл, не умел бороться, но такое на меня расположило в нем то, что он такой неукротимый, во всех действиях не сдавался, он сопротивлялся. Вот там, где обычный нормальный человек был, ну, отдал бы очко, да, или там два, ну, сдался бы. А он зарабатывается везде. Я думаю, вот этот парень с характером, с ним надо, значит. Ну, и я, значит, ему сказал, давайте, чтобы он переехал в Красноярск. И вот Володя мне его привез. Вот в 66-м году он приехал, начал у меня заниматься. А потом в армию пошел в 67-м году. В Кабыкуре он служил в армии. Ну, и пошла наша работа. Вот, 67-го года плотно занимались мы. И настолько он был талантливый, физически подготовленный. Он, ну, и лес рубил, валил там, и кузнецом был, а детский кузнец был, помогал. То есть развитый был парень. Он и не все переплывал запросто, туда-обратно. Вот, ну, он по лыжам бегал, он разносторонний был. В воротах стоял девятки такие, вот, выгребал вообще. Ну, очень разносторонний был. И, конечно, потом, когда уже школу дал, я борьбу дал нашу. И у него пошло дело. И буквально через три года он стал чемпионом Советского Союза по взрослым. В финальной схватке в Махачкале в 70-м году положил чемпиона мира Владимира Гулюткина и стал чемпионом Советского Союза. Это уже, это была сенсация большая, конечно. Ну, а через два года стал олимпийским чемпионом после того. Причем каким? Первым олимпийским чемпионом в Красноярском крае. А потом стал уже и первым двукратным олимпийским чемпионом в России по воле и борьбе. Ученики мои стали замечательными тренерами. Я, значит, был первым заслуженным тренером России в 67-м году, а сегодня у нас около 60 заслуженных тренеров в Российской Федерации. Представляете, свои доморощенные, вот, я параллельно делал. И вот набирал я ребят, допустим, да, я видел, через год максимум, я уже видел, что вот из этого получится большой спортсмен, из этого не получится большой, но как спарринга годится для этого, он потом может быть хорошим судьей, а это может быть хорошим тренером. И тот, и другой, и третий мне нужны были для развития борьбы. А что говорили обычно? В Москве, там, в Ленинграде, там, да, ну, там, в Сибири что, ну, Ивана даже, значит, тот же Александр Медведев, там, другие уговаривали. Переезжай вместе, ты в Красноярске не станешь чемпионом. А мы доказали, что именно в Красноярске, именно в Сибири можно воспитывать чемпиона. Это очень важно, потому что появился футболист, там, после Парченко, забрали в Москву, появился боксер Вайлошников, забирали в Москву. Да и Гущин, появился Гущин, забрали в Москву, ну, и хотели всех забирать туда, понимаете? Вот. А мы... А вы настаивали здесь. А мы возразили, мягко говоря. Более того, этот результат, который вы сделали, Ерыгинский турнир, собственно, малый чемпионат мира, по большому счету, да. Сегодня у нас выявляемся одним из ведущих центров в мире. И не случайно, вот недавно, в прошлом году, Международная федерация борьбы вместе с Министерством спорта России открыли евразиатский центр вольной борьбы. Вообще. Это единственный в мире, не только в России. Потому что у нас действительно готовили кадры, и ученые, и тренеры, и условия хорошие. В качестве комментария, как выглядела эпоха глазами современников? Давайте посмотрим хронику того времени. На Абаканском контейнерном заводе широко развернулось социалистическое соревнование под девизом «60-летие образования СССР, 60 ударных недель». Высоких показателей добились бригады Юрия Григорьевича Полеева, Бориса Кузьмича Вашуркина. Субтитры создавал DimaTorzok Контейнеры, выпускаемые Абаканским заводом, отмечены государственным знаком качества. Коллектив завода полон решимости ударным трудом встретить 60-летие образования СССР. Орден Трудового Красного Знамени. Коллектив Красноярского алюминиевого завода заслужил высокую правительственную награду своим трудом в 10-й пятилетке. Из чего же складываются трудовые успехи коллектива? Рабочее утро директора завода Иван Георгиевича Турышева всегда начинается в цехах. Потом оперативное совещание. Но это совещание не совсем обычное. Как повысить надое молока и урожайность полей? Решаются проблемы аграрного цеха завода. А решить их сегодня уже невозможно без строгого экономического и инженерного расчета. Каждую неделю Иван Георгиевич в заводском подсобном хозяйстве. Директор вникает во все детали. Он интересуется и строительством животноводческих ферм, и механизацией сельскохозяйственного производства. Ведь на этих полях и фермах тоже решается продовольственная программа страны. Уже сегодня цеховые столовые обеспечиваются продуктами собственного подсобного хозяйства. Стакан свежего молока. Что может быть лучше после тяжелой рабочей смены? Чем живет рабочий человек? Как он трудится? Как отдыхает? Где проводит свободное время? Решением всех этих вопросов постоянно заняты на заводе. На живописном речном берегу создан прекрасный профилакторий. Вот уж который год здесь отдыхают трудящиеся Красноярского алюминиевого завода. Да, успех орденоносного коллектива складывается не только из производственных показателей. Организация быта и отдыха трудящихся – одна из главных забот Турушева. Дни Красноярского края в Туве проходили в юбилейный год. Год 60-летия образования СССР. В городах и селах, в концертных залах и на стадионах самой молодой автономной республики Российской Федерации расцвел праздник дружбы народов. Участников торжества приветствовали первый секретарь Тувинского обкома КПСС Георгий Чоудович Шершин, секретарь Красноярского крайкома партии Нина Прокопьевна Силкова. Офират Красноярцы приехали к нам в Тубу. Эта связь нас ведь не только сегодня. Это уже много лет тому назад. Потому что наша эта связь – это большой и культурный, и экономический, и наук, понимаете, и очень большой влияние имеет для нас Тувинский республик. И нас связывает великий ничей. Максим Максимович Мунзук, народный артист РСФСР, выразил чувства, волнующие и красноярских гостей – артистов, поэтов, художников. Музыка. 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 Тувинский поэт Кызыл Эник Кудажи посвятил свои стихи красноярским друзьям. Мы живем у саянских подножий. Из одной моряки воду пьем, Значит, дружбой силы умножим, В вечной дружбе, как братья живем. Закончится праздник, но нет и не будет конца дружбе братских народов страны Советов. Закончится праздник, но нет и не будет конца дружбе братских народов страны Советов. А потом стал олимпийским чемпионом. Виктор Санеев, который выступал за Грузию. Он в Грузии родился. Я в Сибири за сибиряков всегда болел и болею. Это моя вторая родина, как говорят. Но за Грузию всегда у меня сердце болело и переживал. Но тем более он такой общительный, хороший такой парень. Идут в олимпийские деревни, разговариваем с Санеевым. Там вот эти американцы, такие соперники туда-сюда. Я ему говорю, Витя, ты что? Ты, во-первых, умница. У тебя такая подготовка, у тебя школа такая. Да ты можешь выиграть, это я тебе гарантирую. Ты не беспокойся. Ты успокойся, все перебери в голове. Все то, что нужно. Разбег, толчок, чтобы не заступил и прочее. И у тебя все получится, все будет нормально. Вот поверь мне. Он так глазами... Ты понимаешь, вы правда верите в это? Я говорю, я уверен, что ты выиграешь. И ушел я. На завтра кто-то мне в дверь торбанит. Он говорит, Витя Горича, Санеев, золотую медаль покажут. Я стал чемпионом. Представляете, я вообще был счастливый. Так что я еще и наставлял, и все, легкоатлеты. Ну а чемпион, что такое для молодежи, это действительно, когда они становятся олимпическими чемпионами, они становятся кумыровами для молодежи. Живым примером, каким им можно стать. Вот один Ерыгин миллион ребятишек советировал за... и Сергей Ломанов, и Дли, и Устьюгов, и так далее. Вот это необходимо. Обычно путают очень. Многие, ну может одни нарочно, а другие от незнания, что да что нам это чемпион, нам нужна масса, чтобы занималось много. Это правильно. Но надо понимать, что они без друг друга существовать не могут. Масса порождает таланты, а таланты актируют за массовую физку культуру. Когда есть чемпион, тогда вот все хотят быть таким. Если просто ему сказать, любоуважающий себя молодой человек, ты вот занимайся, будешь сильным. Ну может он захочет, скажешь, ты будешь таким же, как Иван Ирикен. Как Иван Ирикен, как Иван Поддубный. Вот это совершенно уже другое. Я даже вот, в отличие может от многих тренеров, я и книги пишу так же, и поворочные планы так же пишу. Когда я прием показываю, я им говорю, что вот этот прием делал вот такой-то спортсмен. Вот Александр Медведь. Они сразу, они хватают этого приема, понимаете? Или Иван Ирикен, или Сайтиев и так далее. То есть для них пример это стопроцентная гарантия, что он обязательно, ну во всяком случае, все сделает для того, чтобы стать чемпионом. Чтобы стать нормальным человеком. Вот это очень важно. В борьбе это все. Знаете, вот мы были на чемпионате мира позапрошлом году. И приехал, значит, в Ашар Сайти. Только он появился, я его уже потерял. Его как подхватили турки, повезли. И вот так подходит до него. Если дотронулся, он уже счастливый человек, понимаете? Ну, это так. Так же, наверное, конечно, кумыры и футболисты, и прочее, и прочее. Но борьба совсем другая. Я всегда говорю, если кто-то сомневается, пускай со мной выйдет. Я вот старый, я покажу, что такое борьба. И, конечно, не случайно те большие достижения российских спортсменов, русских борцов, такой, как Иван Поддубный, Иван Шемякин, Иван Заикин, Кагин Шмидт, приезжали в любую страну мира, и народ по ним судили о России. Также сегодня судят о Красноярском крае. Вам, по вашим ученикам. Да, я помню, знаете, у нас был такой председатель Крайсполкова Тодорчук, Николай Федорович, царство его небесное. Вот. И когда Иван Тароль астрологическим чемпионом, ну, тут вообще движение в городе остановлено было. Встречали все, ну, это можно понять, все правильно. Ну, и вот рассказывает он, что, вы представляете, я был в Америке, говорит, и у меня спрашивают, ты откуда? Я, говорит, из Сибири. Они, говорят, ну, ну, компетеншин. Значит, ну, кем вы? Он, говорит, я депутат Верховного Совета СССР. Они не понимают, говорит, да. Ну, сенатор. Ну, у вас сенатор хорошо. Он, говорит, догадался, говорит. Иван Ерыгин. О, я Ерыгин, окей. Ну, потом, говорит, заключает, он говорит. Слушайте, Ерыгина сдает, а меня не сдает. Но не потому, что ты плохой человек, но потому, что Ерыгин – это борец, который там выступал, и так далее, и так далее. То есть, можно прямо сказать, что наши спортсмены фактически по-новой или по-настоящему познакомили с Красноярским краем весь мир. Так что это не преувеличение, это так, это наша и гордость, и ответственность. Нам надо этот уровень держать, самое главное. Вот так. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»